Черная книга Еще в июне 1942 года еврейский антифашистский комитет практически с момента своей деятельности объявил о сборе документов о преследовании и уничтожении советских евреев. Возможной датой оформления проекта мы можем считать визит руководителя еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса и Цикафефера в Соединенные Штаты Америки. Именно тогда, в ходе переговоров с американскими коллегами, представителями американского комитета еврейских ученых, артистами и писателей, проект получил то название, о котором мы говорим «Черная книга». Предусматривалась работа параллельно, предусматривалась работа вместе с американскими партнерами, поэтому «Черная книга», которая изначально стала интернациональным проектом, интересна для нас в нескольких аспектах. Во-первых, это работа самого еврейского антифашистского комитета по фиксации, отбору и последующей публикации о нацистских зверствах. Методика этой работы еще до конца не оценена современными исследователями, но это была действительно колоссальная работа, начатое имя во время войны, которая частично нашла отражение информирования, в первую очередь, мировой общественности о нацистских зверствах. И второй аспект – это международное сотрудничество. Такая совместная работа американцев, советских людей по сохранению памяти о Холокосте, она действительно заслуживает отдельного разговора и отдельного исследования. Подходы двух сторон, партнеров этого проекта были на начальном этапе схожими. Речь шла о сборнике документальных материалов, и американцы предполагали в первую очередь собрать и опубликовать законодательные источники о преследовании еврейского населения. А вот, что называется, живая история, устные свидетельства, зафиксированные очевидцами и участниками этих событий, это должна была стать прерогатива еврейского антифашистского комитета. Это мыслилось изначально как совместное издание. Вернувшись после своей поездки в Соединенные Штаты Америки, еврейский антифашистский комитет создал редколлегию. Туда первоначально вошли функционеры, сотрудники еврейского антифашистского комитета, и Фефер, и Шемельевич, и Квитко, то есть члены, некоторые из них были членами президиума еврейского антифашистского комитета. Вот это вот вхождение в совместную редколлегию с американцами, с американской стороны, почетным председателем редколлегии был никто иной, как Альберт Эйнштейн, который и возглавлял, был почетным председателем упомянутого комитета еврейских писателей-ученых и артистов, то этот проект, конечно же, в годы Холодной войны аукнулся всем тем, кто был обозначен как члены редколлегии Черной книги. Практическая работа состояла в том, что те материалы, которые находились в распоряжении газеты «Эйника», материалы, которые были получены от Чрезвычайной государственной комиссии, постепенно стекались на улицу Кропоткинская, 10, где размещался еврейский антифашистский комитет. Где-то в начале 1944 года руководители еврейского антифашистского комитета поняли, что для эффективного публицистического произведения необходимо привлечь, что называется, писателей с именем. Так Илья Григорьевич Иренбург был приглашен принять участие в данном проекте. Выбор Ильи Иренбурга был абсолютно очевиден. Один из самых популярных писателей и журналистов периода войны, получавший десятки тысяч писем, в том числе о зверствах немцев над еврейским населением, публиковавший немало таких сведений не только в зарубежной печати, но и в Советском Союзе. То есть абсолютно харизматическая личность. Иренбург, начиная свою работу, решил сделать этот проект, я бы сказал, интернациональным. Он создал литературную комиссию, куда включил известных советских писателей разных национальностей. Некоторые из них были евреями, некоторые, как все было, Иванов и некоторые другие. У них не было еврейских корней. Были сделаны попытки пригласить и тех людей, которые не вошли в состав комиссии. Павлу Тычину, украинского поэта, Алексея Толстого. Но он отказался как член Чрезвычайной государственной комиссии для того, чтобы самому этому проекту и зданию придать сугубо общественный характер. Константин Симонов не согласился по каким-то причинам принять участие в этом проекте. Но, тем не менее, там был достаточно звездный набор имен известных советских писателей и журналистов. Также среди приглашенных к активному участию в этой работе был и Василий Семенович Гроссман. Когда Илья Иренбург весной 1944 года собрал литературную комиссию, к сожалению, сохранилось всего лишь два протокола 1944 и 1946 года заседания литературной комиссии. Но первая стенограмма очень интересна и показательна. Иренбург рассказал о том, что в Центральный комитет партии был направлен проект создания той самой черной книги. Его пригласили, как он говорит, в инстанции. То есть его вызвали в Центральный комитет партии. Очевидно, он говорил с лицами, ответственными за пропаганду. Иренбург сарказмом рассказывал, что на встрече он получил такую информацию. Работайте. Если книга окажется хорошей, мы ее издадим. Иренбург говорит своим коллегам, я не понимаю, как эта книга может быть хорошей или плохой. Потому что это не тот роман, который может быть хорошим или плохим. Потому что его пишем не мы, но немцы. Именно нацисты своими преступлениями и сделали, так сказать, возможность обращения к данной тематике. Потому что многочисленные свидетельства, документы и так далее оказались в распоряжении редакционной коллегии. Метод Ильи Григорьевича Иренбурга был следующим. Во-первых, он поделился достаточно большим количеством писем, дневников и других документов по данной тематике. Он же подготовил к печати свыше 30 очерков по данным материалам. Остальное он раздал привлеченным им сотрудникам литературной комиссии черной книги. Кто-то писал всего лишь один материал, другие авторы писали по нескольку материалов. И метод был следующий. По географическому принципу, например, Одесса, Лидии Сильфулиной были предоставлены все попавшие в распоряжение Еврейского антифашистского комитета и литературной комиссии черной книги документальные материалы. Состояла задача собрать воедино, подготовить очерк, который был бы литературным произведением на документальной основе. Это был тот метод, который придерживался Илья Григорьевич Иренбург. Впоследствии, когда активную роль в комиссии начнет играть Василий Семенович Гроссман, именно он рассказал о таких очень интересных дискуссиях, которые были среди руководителей литературной комиссии. Иренбург считал, что очень важно дать возможность звучать документу. А второй человек должен был отсечь ненужные, лишние повторы и по возможности сохранить тот документ, который попал к нему руки. Василий Семенович Гроссман, у него была несколько иная позиция, которую он достаточно образно сформулировал следующими словами. Мы должны говорить от имени не только тех, кто выжил, но от имени тех миллионов, которые лежат в земле. То есть это должно было быть более художественное, публицистическое произведение. Я думаю, что эти споры, эти различные подходы к способу введения в научный оборот документальных источников, они не утратили свои силы. Ну, на первом этапе работы над черной книгой, конечно, доминировала личность Ильи Григорьевича Иренбурга. Тем более, что уже в конце 44-го, начале 1945-го года многие материалы, которые находились в его распоряжении, он включил в свою книгу «Народоубийцы». Была публикация в «Новом мире», затем эта книжка вышла отдельным изданием. Я хотел бы обратить внимание на такое емкое название «Народоубийцы», еще не был в ходу термин «геноцид». И это, в общем-то, очень интересный один из вариантов названия того, что мы сегодня называем «Холокостом» или «Шоа». Илья Григорьевич находился на фронте, и поэтому с некоторым опозданием лишь весной 1945-го года он узнал о факте, который очень поразил. Оказывается, свыше 450 листов из готовящегося издания рукописи черной книги были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Отправленный без его ведома. Кроме того, к тому моменту, когда Эренбургу стало об этом известно, он находился в очень сложном, впервые за годы войны находился в очень сложном положении. На него обрушилась критика, так сказать, после его выступления, касающегося действий Красной Армии, освобожденной на территории Германии, в частности, в Восточной Пруссии. Очень интересно, что партийные идеологи инкримировали ему как раз то, против чего он выступал, против насилия над мирным населением. Ему припомнили фразу начала войны о том, что сколько раз ты увидишь немца, столько раз ты его убей. То есть, на примере Эренбурга последовал окрик из Кремля, значит, что необходимо, так сказать, в общем-то, советским людям достойно вести себя на оккупированной территории Германии. Эренбург был абсолютно ни при чем. Но это не могло не повлиять на него, поэтому он принимает решение о выходе из редколлегии черной книги, из руководства литературной комиссии. Функции руководителя переходят Василию Семеновичу Гроссману. Та черная книга, которую мы сегодня имеем возможность держать в руках, вышло несколько изданий. И впервые на русском языке она вышла в Израиле в 80-м году. Наиболее полное издание на русском, включая более 60 страниц. Ну, они разные фрагменты рукописи, вычеркнутые красным или синим карандашом. Уже Василием Семеновичем Гроссманом вот с этими, так сказать, исключенными материалами книга вышла в 1993 году в Вильнюсе на русском языке. Мне довелось как раз принимать участие в восстановлении первоначальной редакции текста черной книги. И мы понимаем, почему были сделаны эти исключения. У черной книги интересна не только ее издательская судьба. Не только важно понять, почему она была запрещена в годы Холодной войны и накануне начала борьбы с космополитизмом. Но не менее важно и понимать, что черной книге суждено было играть роль вещественного доказательства. Когда начался Нюрнбергский процесс осенью 1945 года, черная книга была представлена Еврейским антифашистским комитетом в Нюрнберг. При подготовке данной книги было вычеркнуто все изъято, что касалось преступлений румын на советской территории, судили немцам. Это было не нужно и в значительной мере было сокращено, вычеркнуто то, что касалось коллаборационистов. Прошел Нюрнбергский процесс. На повестку дня встал вопрос об издании американской варианта черной книги и публикации советской черной книги. Было прислано на согласование советской стороны текст публикации в американском издании предисловие Альберта Эйнштейна. И в Москве решили, что это предисловие не годится. Почему? Из-за одной фразы. Фраза эта звучала следующим образом. Еврейский народ своими страданиями заслужил право на независимое государство. Именно эти же слова в ноябре 1947 года будет говорить советский представитель Громыкова Организации Объединенных Наций. Но тогда, в конце 1945-го, начале 1946-го года этого оказалось достаточно, чтобы посчитать текст Эйнштейна недостойным публикацией. Поразительно то, что из Москвы прозвучал этот оклик «не нужно печатать Эйнштейна». Предисловие Эйнштейна так и не появилось ни в 40-е, ни позднее. Но впервые было опубликовано лишь в 70-е годы на английском языке. Значит, возвращаясь к истории Черной книги, причина ее запрета, официальная, которая была сформулирована. Она звучит достаточно нелепо с точки зрения сегодняшнего дня, но абсолютно вписывается в советские идеологические схемы. Среди тех претензий, которые были адресованы составителям Черной книги, звучало следующее. Как раз в самой, как казалось бы, главе, которая неуязвима. Советские люди едины о многочисленных случаях помощи и спасения евреев, представителей других национальностей. Партийный цензор писал, что эта глава неверно рисует историю войны, потому что ошибочно представляет, что немцы уничтожают только евреев. Почему? Потому что если еврей достает паспорт русского, белоруса и украинца, он остается жив. А значит, получается, что немцы представителей других стран не убивают. Было отпечатано уже порядка 60 печатных листов Черной книги. Не только был рассыпан набор, но была уничтожена уже готовая больше половины текста самой книги. Сохранилась эта верстка 1947 года. И мы видим, что при подготовке этой книги была повторная цензура. Что выкидывали, пытаясь сохранить рукопись Черной книги? Выкидывали из нее любые слова наидиш, наеврите, свидетельствующие о еврейском самосознании. Увы, это не помогло. Когда в 1952 году судили руководители активных членов Еврейского антифашистского комитета, в нескольких обвинительных приговорах звучала фраза. Принимал участие в создании Черной книги. И Шемилевич, и Квитко, и Ицик Фефер, все те, кто в разные годы, периоды входил в состав редколлегии Черной книги, обвинялись не только в буржуазном национализме, но таким образом они сотрудничали с американцами. То есть это было некое подтверждение чуть ли не их шпионской деятельности. Так Черная книга дважды стала обвинительным документами. На мой взгляд, это очень символично. Последний сталинский расстрел, когда судили и членов Еврейского, и Антифашистского комитета, о приговоре звучало обвинение в подготовке Черной книги. То есть самой книги, которая, будь она издана, на долгие бы годы, наверное, было бы памятником, настоящим памятником погибшим евреям, но и создателем этой Черной книги.